Я лет десять назад, когда преподавал в школу, так же говорили, что сидели в зале здесь, в лбу, и спрашивали, ну а как вы думаете, кто это Владимир, когда он в тверях, он стоит, я думаю, на Живеновском, рядом с Владимиром. Ну, первый Владимир князь Владимир крестил, князь пришел, у меня Владимир раскрестил, третий должен быть. Михаил, она пословит государство, Михаил, брат царя Николая, второго марта, получает так, что Третий открекается, но тем не облачет пихологи, тогда государство разрушено. Все в ней покоряется нагрю. Евразийский храм первого, очень много разрушался, второй храм разрушает тит и третий, где-то тихость. Ну, три, нельзя. Три номера, на первом углу, параллит, третья Москва. Это просто коротко говоря. Мы должны смотреть, на какой меж системы стоим. Конкретно. Ну, ты не веришь, скажи, а я не верю, не верю, ну, скажи тогда, кто первый? Нет, триста тринадцать лет, династия Романова, кто первый? Михаил Феодорович? Да, да, так, его избрали, я не раз говорил вам про это. Но и триста тринадцать лет, это династия, вот от династия Романова мы получили такое, что вначале, это никого там, смута, бандиты гуляют по стране и мучают, в миссии не соберешь. И вдруг получили, а тут же скручать, слушать. Ну, уберели. Пока дальше, мы должны собраться снова. Должны все под наши крыло подойти. По событиям так. Россия должна великая сила восстать. Великая сила восстанет. Мы говорим о духовном. Но восстанет и физическом. Семнадцатого, семнадцатого глава Откровения Романского Слова показывает. И это будет нападение. Это все откроет Священное Писание. Они голосуют, говорят, придумывают платье. Кто это знал здесь? Посмотрите. Медведь какой-то. Вот мы на пятки наступили. А, ну да, месяц назад. Никто его и не знал. Правда, сумели так сделать. А зачем? А почему коммунистам не запретить их? Главное, что у них нет революции и нет войны. А это Далин. Коры-то пускай. Говорит, хватает, хватает. Вспомните. На один раз еще это. Однажды, то есть, мне кажется, уступало. Говорит. Поезли вы почти. Какой-то год. 92-й, 93-й год. Это самая глава. А дальше эти пенсионеры, старики, перевернутся и отойдут за улицей. И вам вот так вот голосуют, за кого-то не знают. И все уже распределено. А как вы повлиять можете? Вот я вам рассказывал, что он присед на нашел на избирательное участие. Посмотрел, ознакомился. И сегодня заваливает его. Такой предприниматель. Зинин. За него голосовали. Дом Зинина есть. И там висит плакат. И написано, кто обложил, сколько денег. И какие средства поступления на предвыборную кампанию. Он вложил 1,3 миллиона. Больше всех. Там их десятеро. И больше всех. 1,3 миллиона. Да что же он наделал? Да как бы он потерял? Я к нему пойду. Вот я пойду. Позвоню я ему туда. И пойду и скажу, что это какие-то цифры там у меня брал. Вкладывай в меня. Я вам лучше делаю. И когда он говорит, а куда деньги-то нельзя давать? Лучше, чем в меня вложить, вы никуда не вложите. Ни про я, ни про пью, ни про блужу, ни про катаю, ни куда. Все у нас куда надо. И нам отчет. Привет. Всех свидетелей. Решко, сколько вложилось? 5 рублей. Молодец. 5 рублей. 5 рублей, потому что для денег вы нарушили что-то. А она и все там пожертвовали. У него столько же и получилась там с нейтронами. Да кого там пошло, он что-то сделал. Да мы не знаем, что он сделает, как. Ничего не знаем. Ну молите Бог, да сразу молитесь. Только молитесь. За него я сразу сказал Игорь, я не голосую и не пойду. Но то, что я не хочу, чтобы пришли те, кто убивал русский народ, этим самым я тебе дарюшаться. То есть количество голосов я уменьшил. За счет этого. Уменьшилось я выложил. За себя пассивную сейчас. Пришел, осмотрел, посмотрел на все. Помолился и пошел. Больше не надо. А почему вы не избираете? Потому что без меня вы все заранее избираете. Я не хочу участвовать в этой грязной егде. Не хочу. Я пришел домой. Утром, вечером, в середине молился. Вы бери, Господи, лучше. Вот дай это лучше. Я верю, что это только так, что сейчас выбрано. И надо подчинять всем, где не хватит людей. Не бунтовать, ничего не надо. Это Бог дал по нашему молитву. Молились? Молились. А меня из Бога, городская администрация. Радуешь, Крышко. Я думаю, вы ждали, что я не бросал? А это мы знаем. Вы же не против были? Ну я не против, но я сразу сказал, что против. У него рамы не посвящены в Англию. Он утром вечером не водится. У него этого нет. Он смотрит, куда ветер дует. И старается бодировать, чтобы его не бросить. Он не поет со мной яму тропать. Он не будет со мной печи уложить. Он этого не умеет делать. Его уже на лобовую работу не поставишь. Но они все согласились. Для чего существует небо? Как журтное исключение? Показать, что какие будут крупные дороги? Это больше не ничего. Я считаю так. Еще раз. И тише. Но поверили. А вот придет Сурик. Он ведет порядок. Его срок уже кончается. Все осталось так. Успокоились. Успокоились. Это наша жизнь. Наша история. Она прошла. Обращайте себе. А если на место его будет другой? А на место его будет другой по сути. Мы на Суриков молились все время. Просили Влада, чтобы его дал у Майина. Я с ним беседовал. И говорил. Зачем вы ходите? У вас все время в развитии пара не работают. Я уже сам выбрасывал. Я сказал. Что ты сейчас сквозь головной залезу на меня смотрит? Я стоял и как-то спел. А вот он говорит. Сходит Александр Александрович, а завтра я тебе шуток не придет за их рублей. Да? Ну смотри, ты веришь? Да я же команду. Ну и что ж ты кого-нибудь все? Что? Душа так пойдет все оттуда. И можно запомнить? Потому что ты приходишь с другими, и я обрался в руках. Ну как? Давай ты задаваться. Я говорю. На нас не купайся задаваться. Нашу страху обновиться, Александр Александрович, не пожалеешь. За вас как полиция будет, когда увлекает кто-то. А так и никому не должен. Стоял же на тебя там трафикер. Вы ушли или кто-то не знает. Трафикер 4,6% только набрал. Рубийский. Это совсем нормально. Ну и здесь остальная трафикер получилась. Больше всего выбора, что мы увидели. А надо трафикер слышать. Может быть. Может быть. Но люди, они не выберут лучше. Они не достойны. Каких мы достойны, такие к нам и пришли. А нас вы голосовали, подчиняйтесь. Я не голосовал, но я подчиняюсь. Будьте хорошими, гражданами. Трудитесь. Не пакостите, не обсуждайте. Не хулите правителей. Но каждый день утром решено молиться за них. Вот. Написано молиться за царей, за начальство. Чего-то не я. Там близость к хвостям. Мне не надо. У меня все есть. Мне не надо перед ними хвостом играть. У меня ни должности нет. И еще нет. Линия пришлось в жизни себя унижать. Я не ради диплома, не ради хвостей. Я ни где не унижался. Я работал, у меня все здоровы. А диплома сам отказался, что коктейля не отняли. Старайтесь быть свободными и независимыми. От того, что они ничем угрожают. Да я у тебя сделаю, у тебя... Они могут меня капитал отнять. Вот здесь вот. Но это уже от меня не зависит. Понимаете? Понимаете? Что нам говорят простое? Это... Открытие евангельского духа. Что... Для каждого слова евангельского, открывали и понимая, о чем это речь... Жизнь должно быть. Слово Божье живое действие. Но воникает в составы, в разделение духа и души, составов по мозгу. И судя по мышлению и намерению сердечных. Так апостол Павел изъясняет. Ты прочитал, наверное, об этом, об этом говорится. Об этом и об этом. Все. Я о выборах много говорил. Сегодня, вчера. Звонили люди. Ну, кто участок у нас. Запрет. Запрет. Отлучай это церковь. То есть церковь стала носить коллективу. Пояснять. Толкование. А многие стали именно так сказать. Вот возьмите. Проставляет Алексей Божий Человек. Уйдет весная. Потекут ручьи. Алексей Божий Человек. Ну, знаете его историю? Родители богатые. Его решили женить. Нашли хорошую невесту. Он стоял. Винчался. Как он отвечал-то? Любишь? Отвечал? Он должен был отвечать. Добровольное берешь? Должен был отвечать, наверное. Иначе бы священник не стал отвечать. Это обман был. Повенчался. Пришел. Оставили они все на кроват. И она ему не сказала, что там что-то ей надо-то. Совсем ничего не говорит. Он сел, сидит. Потом снимает кольцо, оборчает, надает ей. Я ухожу. Как уходишь? А я и не думал с этой женщиной. И ночь встал, по-моему, ушел. Ушел домой из города. И она осталась. Вдова не вдова. Девушка не девушка. И она жена до конца жизни своей так. Сидела у одной и только плакала. Просправляем Алексею Божий Человек. Другого это берега принят. Ну а потом он вернулся в город. И поселился в своем доме. Уже нищий, оборванный, больной. И на него помоями вели, там, уграсывали. Нет, ему дали канунку такую там. И он жил, а не его родители кормили. А когда умер, тогда уже тело его заблухало. Ну дальше мы знали историю. Ну а прикинь вот это. Что тут от Евангелия Божественного? Ни чего нет. Ни одного шага нет у Евангельского. Церковь православная прославляет. Я тоже говорю, Алексей Божий Человек, молит Бога мне. Но ты невеста. Представь себе, жених после бракосуществального старого в окно вылезал и ушел. Крепить, говорит, не грех. Ты же вам родить не могу. Ну скажи ты, отец, у своей дочери вот такой вот, явился бы жених. Ну ты желаешь дочери своего такого? А ну что, знаете. Он просто надо реально смотреть на это. А Христос говорил так? Нет, не говорил. Откуда он взял? Да и откуда. Они научились. Он, что я говорю, это ни епископу, никому не понравится. Но это так. А то есть именно так, вот что я говорю. Именно так. А вот это я, Маме Святому. Для меня это тайна. Только вот на что ссылается. Потому что мать была жадная. И никому милостыню не подавала. И мать всю жизнь терзалась. И наконец ее научили, чтобы он вернулся к тебе домой, подавать милостыню. И она начала подавать. Но я думаю, что она его не узнала. Узнали, когда он уже в небо лежал. Ну, видимо, он брали в годах. Смотреть, как пятнадцать прошло. Родители были живые. Вот и все. Эфемиан его звать было. Злому негрому не пожелаешь, только и как он был. Придунул он. Нигде такого пути в Евангелии нету. А если бы он жил, он бы спасся. Нормально жили. Рожали детей. Дети можно было бы и спасти. Но он был такой путь в окошко влезет. Ушел. А не по Евангелии? Нет, не по Евангелии. Мы должны однажды это сказать. А почему? Тайна. Тайна. А подражать ему можно? Подражать Святому? Нет, не можем. Разному и Святому. Самое лучшее это подражание ему. Мы можем подражать Боге Победоносцу. То есть всем святым. Апостолу Павлу, Петру. А Алексею, может быть, человеку мы не можем подражать. Церковь запрещает. Корма на это есть. А почему? Он как? Посчитал бы за грех жить. Да мама согласилась с тобой. Нет. Так а зачем это нужно было? Это комедия. Зачем это свадьба должна была? Отгуляли. Все. В брачную ночь вылез в лобной и ушел. И сам прикинь к себе. Нигде Библию про это не написано. И потому что там легко на стыкать. Я говорю, да вот ваша вера какая. Я здесь, допустим, вам об этом. Слушай, я вас в голову наклонить и промолчать. Хоть сколько у меня будет пилить, я ни слова не отключу. Все не Ивановское. Но он Святой, я ему молитв тоже. Тут есть какая-то тайна нераскрытая. Что-то в этом есть нераскрытое. И никому не советую. У нас негде бросает жопу. Это не в брачную ночь. А когда он выкишет уже там полдома. Да его ищут. Уже не родители ищут, а милиции. А имя, господи. Брат таких хороших много. Только они не похожи. И потом, когда считается, что он помолчает. Понимаете, о чем речь идет? Его жену. И восстановить семя брата своему. Было семь брата. Первый взял жену на бездетном. Взял ту жену второй. И только умер бездетным. Взял и третий. Даже и все семеро и умерли, и оставшие детей. После всех умирала жена. Итак, воскресенье. Которая из них будет она женой? Ибо семеро имели ее женою. И Иисус сказал им в ответ. Чья до века сего женятся и выходят за нас. А в погодящиеся до семеных того века. И воскресенье из мертвых. Не женятся. Не замуж не выходят. И умереть уже не могут. Ибо они равны ангелам. И суть сыны Божьей. Будущей сынами воскресенье. А что мертвые воскреснут. И Моисей показал при купине. Когда назвал Господа Богом Авнаама. И Богом Исаака. И Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы. Вот такая притча. Об этой притче мы читали Евангелие от Матфея 22 глава. Не знаю, если среди нас натурфоршин, исследователи природы. Вы держали в руках когда-нибудь стрекозу. Видели какие у нее глаза. А вот есть микроскоп посмотреть. А еще есть электронный микроскоп. И когда смотришь. Думаешь, что же это такое? Ну невероятное. Что-то сложное. Переплетенное. Красивое. А внизу написано. При уменьшении в триста тысяч. Раз. Носкому раз. Всего-то ничего. Сколько же там чумной красоты. А вот почему именно из этого материала сделал Бог? Ни один человек не ответит. А можно было бы из другого, да? Люди исследуют устройство человеческого тела. И находят, что оно несовершенно. Несовершенный глаз. Это великие люди. Находят его. Несовершенно. Плохо он устроенный. А уж аппендикс вообще ни для чего не нужен. Ну что, разумеется, как родился. Так делали в Америке. И вот все, что окружает нас, является величайшей тайной. Почему из этого материала? Почему на этом месте? В шестодневе Василий Лихий примерно объясняет. Примерно. Почему лопатки находятся сзади. А чтобы, как щитами, заслонить сердце. А почему легкие, говорит, пониже там где-то? А чтобы сердце, когда завалуется, чтобы прыгать мягко было, как на батуте. А для чего давать волосы? Почему они растут над бровями быстрее? Иначе не шаг будут видеть. А почему такие плотные и как козырек? А вот как на огне с твоей стороне вода течет и расходит, так и здесь, когда спотеют, чтобы в глаз не попадало. Объяснения какие простые дают. Почему первые зубы лесцы, дальше пережевывать, ну если есть они, если нет. Говорить не нашли. И вот так точно и о притчах. Почему именно такую притчу взяли? Чтобы доказать, что нет воскресения Мертвых, ничего лучше не нашли, как неудачный брат. Для желающих жениться это пример. Смотрите, с чем травмил Господь. Он желал показать бессовестность людей. Господь не сказал, смотрите какой кочегар. Два мешка угля унес. Или какой стоп бессовестный. Поставили сторожить, а он украл барана. Нет. А Господь показал, смотрите, вот судья. Бога не боится и людей не стыдится. То есть самый бессовестный, самый бесстрашный человек это судья. А почему? А сами убедитесь, когда в суд пойдете. Будете судиться или что-то, я подтверждаю, что это так. А я старый сутяжник. Я мало засудился. И опять подал в суд. Приняли у меня дело опять. Дашу усилить, теперь все. Мое дело уже прошло. Теперь бумага набирает силу. И, скажем, нет ничего с бесховестю судьи, это однозначно и определенно. Значит, и доказательств против воскресения нет, никаких нет, как только то, что ты выходишь замуж и не женишься. Один ясен, женя своего сына, говорит, сын не забывай. Когда Бог решил Адаму дать жену, он наверно ему глубокий сон, и он ничего не чувствовал. Сон это человековность и решение ума. Вот так и так. Адаму-то, когда Бог давал жену, он впервые считает у него сон, а потом давал ему хирургическим путем творить жену. Так что не от великого ума все это идет. А мы, конечно, поздравляем, и все так у нас принято. А это уже низшая ступень. Высшая ступень – это не жениться, быть посвященным Богу, душу и телу. Великое разница. Я немножко отвлекаюсь, но хочу сказать. Вот в Сандуке – это люди, которые не признавали воскресением нет. Только они ничего не придумали другого. Доказательства. Как показать? Что? Вот такая ситуация. Это надуманная история. Кто из нас бы решился на то, что если бы два брата умерло, а третья бы взял его жену, от которой умирает? Ну, чужой дядя может быть женился, а уж свой родной – это из два любого. Ее выверлить бы как чумы. То есть такого нигде не будет. История известна как один умер бездетным. Бог повелевает жениться. А он убрал, а он не стал. Знаете, там, у Иуды. Такое случилось с Фомарию. Фомари – это Тамара. А вот про третьего говорить не надо. Но Господь говорит, раз вы придумали вот такую конструкцию доказательств, он начинает доказывать. На основании того, что люди говорят. Вот вы хотите с кем-то, если беседовать, одержать победу? В первую очередь прислушайтесь, почему этот человек так рассуждает. Чего он хочет этим? А потом начинайте, ну, мысленно хотя бы, возразите себя на его место. Почему он так говорит? В самом деле он не верит и не верит. И вот те данные, какие у него есть, во что он верит, с этого начинаем исходить. Саддухия признали только пятикнижие Моисея. Бытие, исход, велик, чисто второзаконие. Ни одной книги в библии не признали. Семьдесят семь книг, ну тогда было пятьдесят. Ну даже тридцать девять канонически, ну тридцать девять и пять, это же большая разница. И Господь на основании этих пяти книг им доказал. А если бы они сказали, что мы признаем только одну книгу, на основании одной может доказать. Эти сектанты скажут, что мы не признаем одиннадцать книг. Эти сектанты говорят, что мы не признаем иконы. Мы на основании священного писания можем доказать. Иконы должны быть. Давайте запишем. Брак установлен. Брак установлен. Брак установлен в помощь смертности. В помощь смертности и в восполнение недостающих. То есть они умирают, а никто бы не рождался, то есть кончилась жизнь на земле. И в восполнении недостающих. Очень хорошо это доказывает Лев Николаевич Холстой в креслевой санате. С любой позиции, как бы мы ни заходили, мы обязательно придем к тому, что у этого мира есть конец. Так, кто знает содержание креслевой санаты, поднимите руку. Вот так. Я прошу эту книгу постарайтесь достать. Кроверной библиотеки или где-то. Очень хорошо она экранизирована. Но как бы ни было хорошо, многие рассуждения все-таки остаются за кадром. Ничего подобного во всей мировой литературе на тему брака я не нашел. Нигде не участвует в Диткинсе и в этом Брама Пассан зале это дым. Ни у Тургенева, ни в каких там вечных ходах, нигде ничего такого нету. Он прямо доказывает превосходство безбрачия. И второе, вот это когда люди не достигают совершенства, он надеется на сына. Сын достигает совершенства. А если нет, тогда внуки. Почему-то внуков детка-бабка и любит всегда. Даже это вам объясним. Далее. Пишем слова такие. Я ЕСИН. ЕСИН. Но, ЕСИН, почерпите, но не, дальше кавычки открыты, я был. Я был кавычки закрыт. Смысл вот такой. Я Бог Абраама, Бог Исаака, Бог Иатова. Ну, кто знает какой-нибудь язык совершенств? Еще раз только поднимите. Немецко, английско, французский, китайский, кто-нибудь. Высокообразованное общество, советские люди. Я Бог Абраама. Вот в немецком, в английском языке обязательно стоит артикль. Перед каким-то словом, а дальше стоит первое слово. ЕСИН или еще что-то. Я Бог Абраама. Я Бог Абраама. Чеков. Яков. ЕСИН, то есть в настоящем. Бал-то когда-то. На Квоя Геннаде стоит «Я есть Бог сейчас», когда с тобой разговаривают. В данный момент, когда Бог разговаривал с Моисеем, и Он ему говорит «Я есть сейчас». А когда у человека есть дети, он может сказать «Я есть отец», «Есть отец». В русском языке это слово «Есть им отец» трех сыновей. А если одного сына убили в Чечне, он говорит «Я есть отец двух сыновей», а он трех. То есть в прошлом. Но когда Бог разговаривал с Моисеем, Абраам умер уже четыреста тридцать лет назад. Если бы Абраам умер и его нет, как учат безбожники, Бог сказал бы «Я был Бог Абраама», «Я был Бог Усаака» и «Был Бог Якова». Когда-то. Сотни нет. Но Бог говорит «Я сегодня их Бог». Это мои дети, а у Бога еще все живы. Смерть этого отчим. В русском языке в переводе этого нельзя ловить. Кому не понятно? «Я есть сейчас». А они это читали в Саддуке? Да, читали. Это книга, которую они признают. Третья глава книга «Исход». Но почему вы не поняли? И они отрошли постановленное. Они городушку подрусостроили, семь братья под мужевыми или примерами. Такого нигде никогда не было. Никто этого не знает ни в одном народе. Но доказательство заключалось в том, что Бог сказал «Я есть сейчас Бог Абраама». Я представляю, как они пошли, друг на друга смотрели. Подошел не один, они ходили будто как кооперация какая. Договаривались, как мы скажем, как он докажет. Но уж тут ему не выйти никуда, мы его поймали. Ничего подобного. На основании Священного Писания любой вопрос блестяще можно разрешить, если ты знаешь таинственный смысл. Я только сейчас с одним главным редактором беседовал. И он говорит «Я знаю, что вы читаете Библию, но неужели каждый день?» Я говорю «Несколько раз». Наверное, наизуне знаете. 38 лет. А первые годы я читал по 5-10 часов в день. Что я всегда считал? Вот так рядом, на английском языке, на французском, на немецком. Я правил букву в строчку, строчку в строчку. И сейчас выписка, у меня все конспекты есть. Но открывается мне что-то новое. И вот, ты же знаешь, наизуне почти. Да, и каждый день. Сегодня я читал поток горя. И внезапно мне открылось, что ни в одном толковании этого нигде не считал. Помогился, начал читать. И как будто первый раз я ее читаю. Закончил читать там пророка Исаия или мир. Ни одного буквально предложения есть, чтобы что-то новое. Какой-то грани. Именно на сегодняшний день. Я нашел ответ на антисемитизм. Даже это нашел. Нигде, нигде не разумея встречал их около того. Они сегодня как глаза открылись. И вот, сколько бы ты не читал Священное Писание, не молился, каждый день Бог тебе будет открывать. Значит, Садукея не исследовал Писание. А Христос, 22 глава, 29 стих Евангелия от Матфея, им говорит так. Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Замучительно, если запишите. Матфея 22, 29. Именно на этот случай Он говорит. Я маленькие исследования провожу. Скажите, кто смотрит телевизор? Телевизор регулярный каждый день. Так, руку поднимите, чтобы я видел. Регулярно слушаю. Бунгар. Нет, не очень. А газеты кто регулярно читает? Центральные, а ровно там все. А радио слушают регулярно? Вот тут больше. Я радио слушаю и считаю газеты. Грешный человек. Наблюдаю за событиями в мире. И смотрю, какие выступления политиков где. Ну, я всю жизнь этим занимаюсь. И каждый раз вот эта фраза звучит. Эх, заблуждаетесь, не зная Писаний. Разве бы ты так ответил? Очень правильно, часто отвечал. Очень хорошо. Это Дмитрий Сергеевич Нихачев, академик. Который недавно хоронил Санкт-Петербург. Совесть нации. О котором говорили как о сахарах. Ну, я не везде отвечал правильно. Не везде. А ведь кто отвечал абсолютно везде. По Ивану говорю правильно. Пока нигде никого не встретил ни разу. Да что ты это ответил правильно? Я и не настаиваю. Не с кем поговорить. И поэтому я считаю, что я рассуждаю правильно. Я смотрю Священное Писание. Странную вижу. Боятся. Я говорю, ну почему ты так решил? Так а по-другому, если я скажу, меня же уберет. Я сейчас это разговаривал с епархией. Подождите. С Южным. С Иваново. Богословским храмом. С Покровским собором. С Александром Ревским. То есть, естественно. Вопрос был. Я сначала епархий всех поднял. С отцом Михаилом Капраном. Так хорошо побеседовали. По телефону. Вопрос как будто маленько проясняется. Какой вопрос? Мы должны посоветоваться. Как? Они все священники договорились. Чтобы Аль звонил. Добавили спрашивать. И я говорю, нигде в команде этого нет. Почему нельзя две пары выезжать? Вы сразу поставите и сразу. Почему сначала одну повенчать, а потом вторую? Какие экономы? Семь вселенских соборов. Где их поместные? 986 правил. Такого правила нет. Ни в Библии. Ни в житиях святых нету. А может это книги на столе священнослужителей? На столе книги нигде этого нету. А может и святых отцов? Я четко отвечаю. Нигде этого нету. А как вы так можете точности говорить? Да я издатель. Как не знаю. Я рассчитывал. И составлял симфонии. Но на каком основании? Никто не может ответить. Ни один священник. Ни партии. Никто не может ответить. Но на утре я сразу застараблялся. Но у него более старое. Это может что-то есть. Сегодня его нету. Там завтра. Который ко мне стал звонить. Знает, что там ничего нет. Все испорчено. Почему? А это вопрос не просто. Узнал легко. Надо тщательно узнать. Доказать. Садыкеи могли это узнать. Да, конечно могли. Они не занимались исследованием священописания. Заниматься притчами. Вникать в написанное. Для этого нужно время. А если ты много смотришь телевизор. Слушаешь радио, газеты. Тебе не до этого. Библия будет лежать под пылью. Если вы хотите быть модными. Омними. Считайте Библию. Вот я сегодня только беседовал с таких организаций. И где бы ни говорил. Там по геологии в одном месте. В одном месте. Прямо по ботанике. Скажите происхождение каменного угля. Ну это же мы знаем. Деревья. Трава. Растет. Дерево упало. А ты хоть раз в лесу был. Ну а та же не была. Ну видно, что дерево упало. Привратилось в камеру уголь. А там в нее грибы надо ставить. И все. Папортики и все. Ну а может быть как-то оледенели. Оледенели. Потом расставили ботану. Ну не упали же они оледенели. А разледенялись. А не упали. Слили. А Патрея не задумывался. С высшим названием люди. Ну совершенно безмирнов. Ну как он мог отнимиться каждый другу это. Объясни мне. Не знаю. Стал доказать. Я на основе потеряю. Объясняю. Поверил мне. Ничего не могу сказать. Это наверное так и есть. Это наша земля. Которая после потопов. Деревья. Размокли. Деревья все эти сплыли. Деревья сплывают вверх. А потом когда вода уходила. И снова потоп. Стогнала в Кузбасс по награду. А вот эти балки тысячи километровые. Шириной с 200 метров. Вода уходила. Ну в ванну. Насыпь земли. Пусть она поразит. А потом с ней закроет. И вода будет проникать. И уже одержала боку. В этой земле. Вот эти балки образовались. Нашу землю потерялись. Кузбасс утащила. 1% 5 минут я даже не отдавал за мою землю. Иначе бы угля не было. Понимаешь как интересно все это. В мире это ну. А нам не задавали. Мы не проходили. Да и Садулькея это не задавали. Ну не надо подыскиваться. Ему не задавали. А и то просто не задавали. А сам подумал. А как верили раньше люди? Да так. Христос разве не Бог наш? Да так. Нам Бог сотворил человека? Да. На чем можно сравнить? Весь организм, механизм как бы с часами. Ну тогда были песочные часы. Ну молдожайте. Вселенная это часы. Ну часащик не чего сейчас и делает? Чтобы потом гадить и растоптать ногой? Да конечно нет. Ну и Вселенная это это. Это часы. Когда Пекиней задал Исааку Ньютонову ученых. Вопрос говорит. Ну. Вселенная движется под определенным законом. Планеты движутся. Ну это не часов не хочет. Но кто-то время от времени пружину-то подкручивает его Вселенную. Чтобы это сила, инерция-то. Все это двигалось. Он говорит. Этому часовщику великому имя Бог. И тебе коллеги не жди другого ответа. Нам не могли к этому прийти. Но если Бог сотворил человека, то для чего? Что? Причина какая? Чтобы посмотреть, как люди здесь бродят. То Бог не знал, как они будут воровать друг у друга. Значит не для этого. А для чего? Бог дано откровение. В Библии. Для чего? А чтобы убогоподобие. Чтобы мы заняли то место, которое дьявол, бесы, черти, потерял на небе. Ну или ангел упали. Да вот сколько их там? Освободилось 30 миллиардов бесов. Вот 30 миллиардов спасенных и теперь закроются. Ни один не войдет больше. Итак, спешите. Уверовал. Принес покаяние. Истинное крещение. И соблюдай заповеди. Смысл всей вселенной не в выборах президента. Не в депутатском корпусе. А чтобы здесь, на земле, отобразить себе образ спасителя Иисуса Христа. Смерти нет. Есть только переход. Таинственный. Поэтому мы боимся его. Нет смех. Смерти вообще нет. Смерть познащена победой. Смерть, где победа твоя? Ах, где победа твоя? Смерть, где твоя жало? Смерть через смерть, папа. Ну мы же поем это все. Ну только, очень хорошо на земле Бог устроил. И уходить неохотно. Хорошо у тебя, Господи, в гостях? Мы же в гостях. Странники и пришельцы. Садуке. Понимали все по-своему. Кто такие Садукеи? По сегодняшнему это сектанты. Все юридики. Все. Они что-то убавляют, книги отбрасывают. Не признают, что сели жертвы. Кто особенно похожи? Это вот эголисты. Исключительно похожи вот на этих сектантов. Они верят, что там, в вечности, наступит когда суд Божий. Они опять получат своих жен. И опять будут жить, размножать и заселять планеты Вселенной и прочее. Иисус говорит, не женится и не выходит замуж. Кто-то неправильный перевод в греческом языке. Греческий смысл надо иметь. Ничего этого не будет. Наташа, мы так привыкли без жены никуда. Мы не знаем как будет, но знаем только будет лучше. Вот здесь жена нужна только для продолжения рода. А если ты не задумываешься об этом, значит задумываешься больше о том. Это по немощи Бог дал, утешение человеку. А мы не поставили задачу. Обязательно построить дом, посадить дерево, родить семью. Не родил, напрасно жил. Напрасно жил Павел Апостол, напрасно жил Златоуст. Все напрасно жили. А вот мы живем не напрасно. От нас такая копоть идет. Сразу видно как мы живем. А это некоторые из книжников сказали. Учитель, ты хорошо сказал. Как похвалили. Неужели съели спрашивать его ни о чем? А он же сказал им. Как говорят, что Христос есть Сын Давидов. А сам Давид говорит в книге Ксалмов. Сказал Господь Господу моему, сидя здесь с ним. Я на поле положил врагов твоих в подножия ног твоих. И так Давид Господом называет его. Кажел Сын ему. И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам своим. То есть теперь обращается по псалмам, ясно, что они к Саддукеям. Саддукея псалмы не признавали. И он говорит, да вы такое считали. Но раз похвалили меня, я по Писанию ответил на основании случая с Молисеем. Купеной называют это какалищий кустарник. Дерево, где горел куст и не знал. Походит фарисея. Христос говорит, да вы верите псалмы? Да, дерево. Но он называет, говорит, что он сын ему. Сын, сын. Но сына-то отец никогда Господом не называет. Он его отца может называть Господину. Но отец к сыну так никогда не обращается. А то у нас нет в Иерархии. А там строго. Ваше превосходительство. Только к генералу можно. Ваше высокое превосходительство. Это у губернатора только можно было. Там сиятельство. Только к князю. У нас этих слов нет. Мы не знаем как. А в старой России это все было. Да кто ему Давыду? Ну, сын. Так как Давыда происходит. Правильно. А также Давыд его называет. Сказал Господь Господу моему. И если он стоит сзади. После меня родится. А почему он называет. Как впереди стоящего. Так вон там не здесь Христос-то. Конечно они посмотрели друг на друга. И даже так вот. Кончали мою библейскую школу. Семинарию. Академию. И простым вопросом. Посадил это. Никаким вам дипломом давать не надо. Вы бедствующим. Но Писание ничего не знаете. Если бы вы врачи сегодняшние встретились с древними врачами. То отбери от вас вот эти аппараты из Германии купленные. Вы без них ведь шагу не шамете. А там у нас дальше было вот это посмотреть. На человека. По глазам определяли. Ньёва откроет. Я видел как определяет. Ньёва. И по глазам определяет. Когда операция какая была. Болеть или нет. И определяет это юноша или уже мужчина познашу женщину. И девок она или нет. Ньёва это. На ньёве вся карта написана. Карточка медицинская. А мы это знаем. Врачи вам не здоровы и вы не проходили. Вы знать не знаете. Вот такое умное поколение. Высокоумное может сказать. В отрицательном смысле. И вот они изучали священное писание. А сейчас сколько у нас единиц? Ну кто в университет закончил? Вы знаете что не меньше тридцати единиц. Начинаете с первого курса до последнего. Пока ты прошёл там. Какие единицы? Там софроматы разные перебирал. А у Ирии только одна единица была. Чтобы закончить высшее учебное заведение только одна единица. Дисциплина. Богословие. Но всё что говорилось где-то, про что-то он должен был знать. Господи, милость твоя как горы небесные. Изучали всё про горы. Какие они горы великие. Про луну они не могли изучать. Как кедры ливанские стоят сыны твоих. Теперь про кедры ливанские нужно было всё узнать. Он и ботаника узнавал. Но наука была одна. То есть от неё как лучи шли. А чего они ещё узнают? Один-то нигде нет. Вырезанной. Но артерии все измечают. Сердца нету. Какой просто от этого? Когда сердцевина-то вырезана, ну даже тебе труб, сердца нету. А ты никогда его не видал уже. Ну лучи не верится. Ну и следы. Артерии, вены, капилляры. Кто-то? Какой от этого? Ну что тут не понятно, что мы совсем не умные. Мы высокоумные. Самомнительные. И по сравнению с древними-то людьми, которые перед нами может быть 2-3 поколения прошли. Мы не так умные. У меня дедушка в окопе германской войны научился считать. Ну как он когда считал, там это не всегда стреляли, там было где-то. И работал продавцом. Сколько лет работал, и ни одной копейки ни туда ни сюда не пропагал. Сегодня что только не кончает. И посмотрите, что делают. Их и любовь хватает и сажают. Там не хватает. Тут не добрали. Там потеряли. Тут не догадывают. А из-за чего? Во-первых, совесть поврежденная. Нарабят пересорт Иисус сделать. Нарабят больше ухватить. Совести нету. Значит, на каждом шабу обману надо там подделывать. Документы не сходятся. Все разбегается. Это не только здесь. Это везде. Я просто сказал вам про Достат. Точно так в Священном Писании. Писание надо подделывать не под себя. А ты прочитал не так? На этом все конец. Чтобы ты был счастливый, не криви совестью, будь порядочным человеком. Никогда не позволяй гнуться перед неправдой. А если архиерей не одобряет, это ничего не значит. Я спрашиваю сегодня из священника, а почему вы так отвечаете? Даже не так. Так у нас так принято. Я считаю, на первом месте любовь. Это батюшки люблисты их называют. По экономии. Все довольны все. Чтоб народ их любил. Батюшки, благословитель. Батюшки, благословитель. А куда он благословитель, это не важно. Я говорю, ну, Писание говорит и так. Ну, если я так буду делать, то архиерей меня с ним. Я говорю, что, боишься корыто потереть? Беседа говорит. Сегодня середак там говорит. Я, конечно, больше не написал, но, знаете, профессорские союзы так на меня уже смотрят. Они могут меня убрать. Я говорю, боишься корыто потереть? Да, да. Он не кривит, по крайней мере, человек. Это везде. Не шарит, что ты тебе, оставь куру в боку. Брось диплом. Но будь человеком. Правда одна. Не криви душой. Ты, самое главное, теряешь смысл. Человек. Человек. Для Бога живи. Смотри поверх голов, никого не бойся. И Бог так твой путь устроит, что тебе не надо будет выкручивать и смотреть. Существует правда и совесть. Не бойся ни грана начальника, ни каких администраторов. Нельзя работать. Пусть из этого места. Ты работаешь где-то ОТК. Как мы разбирали, однажды во пронзе было, собрали человек 75. Община такая образованная, около 50 человек с высшим образованием. Тема была такая, можно мне работать на этой работе, если я христианин. Ну и одна говорит, я работаю учительностью немецкого языка. Ну что капитанин? Я говорю, можно работать. Расскажи, как ты учишь учеников. С какого класса? С пятого. И до десятого, да. Ну и кого из них может от зорга послать в Японию или в Германию, чтобы не узнали, что немец? Как? Да я сама так не знаю. Да какой же ты учитель? Ну то ученики у тебя могут хотя бы читать газеты, но и следом, которые упускают? Нет. А они понимают, что немцы здесь хочут? Тоже не знают. Так шесть лет ты вообрази, шесть лет! Уйди завтра же оттуда, попроси прощения. И деньги, которые получали, верни назад газету. Это по совести. А я вот такая работаю, моя фабрика. А какая работа? Да да, одна я бываю. И всегда качественно выходят. Да как? Если качественно мы вообще ничего не получим. А ты знаешь, что они тебе обрадежут, чтобы ты брат не пропустил? Ну я знаю, мне сказали, вот такой маленький врачок. Можно пропускать? Ну какой маленький на два дня? И опять приносит богу. Все, торвалось. Нам по-хорошему-то дают. К Андрею Арсаналову. Да почему его не Арсаналиты не переделали? И вот так стали разбирать. Работать-то некому. Сегодня перекреси наших бабушек. Ведь ни одного нельзя остановлять. Что так и скрутили, так и звертели. Важно как епископу, как патриарху. Но ты креси людей-то как положено. И что интересно, все 100% священников, ну я объяснил. Ну священников 50 это минимум. Ко мне, которые приходили начальник на квартиру. Я говорю, ты можешь это сделать? Конечно, могу. Ну а почему не делаешь? Да как и время не осталось запретить? А у меня семья. Да какой же ты бог? Какой же ты священник? Ну ты начни делать, когда запретит, тогда незаконное отключение упадет на него будет заколуться. На этой мере. И тогда тебе легко будет бороться. Ни один еще не был отключен нигде. Если ты правильно пусть сделаешь. Хотя они пугают епископа. Мне вчера нужно было же ввести в фирму бумагу. Вы знаете, как я боюсь. Чтобы попасть в Алтайскую правду, 14-й ходатайся. Начинают с краевой администрации, измывали на все, и опять в краевой шпаты. В Алтайской правде захожу. Мне надо в фирму завести было бумагу. Машины нигде нету. Женя уехал. Саша только после вечера. А мне надо днем. И завести много, много газет. Я накопил. Примерно 600 килограмм. Боже, полтонна. Нет нигде. Я что делал? Я звоню управление ладилеев. Мы бы дали эту карту, но не как. Я звоню Валькову, генералу. Так и так. Мне нужна машина. У нас человек умер. Сами ты сегодня. Никак. Я звоню Пархуну. По второму краю. Для них же это все. Это их работа. Не моя. Знаете, у нас кто там умер? Это не важно отвечать помощников. Хочешь, все. Попримерать. Я для меня давно не остался. Такое впечатление. Я беру трубку, начинаю звонить подполковнику ФСБ. КГБ. Так и так. Наконец меня спускают ниже, и в гараж КГБовский попадает. Мне, ребята, нужна машина. До стопы просьбы, сколько же ее никто не обращался. Я обращаюсь. Это новая традиция. Верующий пришел к ГГБ, просит, чтобы помочь, чтобы преступники вышли хорошими людями. Надо как-то помочь. Но никто не помог. Я по всем горожанам края буквально прошел. Краевой центр Барнаул. Надобился, надобился. Все-таки приставили грузовую машину 930. И все на Грузине. Но в тюрьму. К тому. Взял институт. А тот-то питается от этого. И он мне говорит, а сколько я говорил? Евгений, обращайтесь. Что вы делаете? Я непосредственно с ним работаю. Замначальника. Тюрьму только. Да меня тут где сколько говорил? Вы если думаете работать, а то мы от ваших услуг откажемся. Он меня выгоняет. Я тут же звоню. Вот так ему не говорите. Но нехорошо же так-то. Я бы мог в ходу встать. Да такое дело. Так я больше не пойду туда и все. Но я не могу. Я не могу позволить себе такое. Я тут за место не держусь. Я уйду как никто. Я держусь. У меня вошайная работа. Сзади я ни ругай не получаю. И что же? Прихожу сегодня туда. Помолился. Начальник радостный. Встречается с улыбкой. Который. И оп. С ним уже прошла работа. Все довезли. Я говорю сейчас на раздербание. Все вот так. Все на месте. Ни одной газетки не прошла на месте. Уже пошла работа. А почему? А Бог где? Вот в маленьком деле. Мы сегодня такие радостные. Как на Крыме. Там около 60 камер прошли. Так Бог сделал. Вот столько было препятствий. Ни на чем. Ты только доверишься Богу. И Бог все поставит на место. У тебя что на работе не ладится? Какие? Сегодня слово говорят проблемы. Не люблю одно слово. Как болото какое во рту. Лямпы стоят. Проблемы. Проблемы. Нет никаких проблем. Проблема одна. Что не любим Христа. Все в этом. Ты любишь Христа. Все. Понимаешь? Нет. Стоит задача. Надо ее выполнить. Все остальное не имейте никакого значения. Ну просто не делал. Завести бумагу. Представь какие организации задействованы. Ну. Это жизнь. Это твоя жизнь. Ну почему так все еще руки отпустил. Не знаю что дальше делать. Уполага Бога. Это не следование только заповеди. Это надо молиться чтобы Христос внутри тебя жил. Тебя подражать духом и чувствованием ты действовал. Сколько же ты радости теряешь когда ты не теряешь Богу. И так. На основании Священного Писания Христос. Вторую группу. Самую мощную. Фарисеи это православные. Посудящие. Много налепили со всех сторон. Это фарисеи. Саддукея это сектанты. И Христос. Как бы поставил место? Заплуживаетесь тоже не зная Писание. Если бы мы знали Писание. Православное. Никаких серб и никаких баптистов. Духу бы не было в России. Наша нация русский народ как монолит стояла бы. Но православие не формированные. Которые ПГБ в пробирках выявили с 27 года. А поистине поступающие. Что такое православие? Пока отдохните. Вышла газета. Называется «За науку». Алтайский государственный университет. Это сегодняшний номер. Сегодняшним днем идет она. Вот здесь есть такая статья. Она называется «Марсональная идея. Человек это воспитание во Христе». Я читал Алтайская миссия. Все другие газеты. Вечерние партнолы. Об этой конференции. О том, что я там выступал. Никто даже не упоминал ни одного слова. Здесь они мне просветили в двух куплетах. Целый куплет был. Из трех. Почти не третью часть. Я вам немножко дам. Но только немножко. Кто был на конференции? Поднимите руки. Вот вы получите. А остальные вы не прочитаете. Так. Раздайте, пожалуйста. Поднимите руки. Не опускайте. Пока не получится. Это вам бесплатно. Так. Немножко иди сюда. Раздайте, а так и каждому. Это вам подарки. Это подарки. Мне бесплатно. Изблагодарите Богу. Так. Получилось. Там внизу прочитайте. Полно, а потом что нет. Продолжение следует...